Так, начинаем обрезать черешню. Ей уже 4 года. Да, уже четвертый год. Сейчас мы отойдем. Сначала мы вырезаем внутреннюю. Сейчас, сейчас, сейчас я поближе. В первую очередь внутреннюю, да, убираем? Да, внутреннюю и чтобы убрать трение, чтобы не терлось вот это все. Ага, пора. Тут не сильно много, сильно обрезать не надо, чтобы, допустим, эту ветку можно не уничтожать, просто подрезать, оставить почку. Последние две почки, они идут в основном на эту. Вот, когда обрезали мы, вот, обрезали. Ага. Помнишь? Да, снаружи, наружу шла. Первая, вторая, три почки. В верхних три почки, две-три почки идут на размножение. Да. И вот мы выбираем не такие почки, что идут внутрь, а такие, что на наружу. Ну, понятно, чтобы девочка наружу пошла расти, да? Да, сюда. Сюда пойдет, ее потом на следующий год обрезать. Если сюда, а главное, чтобы пошла сюда, ну, чтобы не убирать все полностью. А эти, что идут сюда внутрь. Убираем, да? Да. Вот их под самую ветку убираем. Да, под самую ветку. У нас, нам надо, чтобы дерево было низкое и широкое, грубо говоря. Да, да. Чтобы не лезть там за... Ну, да. Чтобы 20-метровую лестницу не надо было загонять. Так же самое и тут. Вот. Раз, два, три. Оставляем. Вот это вот так. Наружная почка остается. Не надо ее вырезать. Зачем? Если тут есть место, оно лучше сюда пойдет. Ага. Так же самое и эту. Она, если мы ее обрежем и сюда подойдет, не будет мешать той. Ну, вот, оставляем. Вот здесь кучечка. Так, сейчас мы вырезаем сначала внутрь. А внутренние вообще нещадно все рубаем, потому что от них толку не будет. Свет не будет к ним проходить, да? Они будут только корень нагружать, а толку от них не будет. Вот эта вот ветка в ветку пошла. А, ну, ты тогда говорил, что надо было ее подвязать к низу. Да. Ну, какой там болт ее подвязывал. Вот так вот можно будет сделать. Да, да. Ты говорил тогда еще. В том году. Ее не уничтожить эту так само. Можно не уничтожать, а обрезать. Опять же, чтобы почечка осталась наружная, да, была? Да. Подсохшая. Ну, мы ее в следующем году подровняем, как нам надо было. Саня, а у меня вот она два года или три стояла, просто прутик был и все. Вот так вот? Да, один прутик. Не веток ничего. Надо было всегда обрезать кромку, чтобы по верхушке. Да, вот когда растет, когда почечка... Вот я сейчас покажу потом. Сейчас мы обрежем сначала. Ну, что внутрь... Ну, это уже четвертый год получается. У меня черешня это. Четвертый, да, или третий? Четвертый, наверное. Я пять лет здесь живу, я ее через год посадил. Ну, короче, света было вроде как много в том году, а черешня не было ни фига. Зеленый был, но подпадал. Ну, в принципе, все. Теперь мы что делаем? Теперь каждые все кромки, чтобы... Верхушки, да? ...наросло лазинякой, да, чтобы пошли дальше веточки, мы получаем... И опять же наружную почку оставляем. Опять же почки наружные. А вот от верху, Сань, сколько? Или там не столь важно? Кого, кого? От самого вверху вот ты отрубаешь там пять сантиметров десять, что не имеет значения? Ну, смотришь по почкам, желательно вообще оставлять сорок. А, сорок от перекрестья сорок, чтобы осталось. Да, да. Вот получается типа вот так вот. Да, я понял, Сань, я понял. Потом там сорок, ну, а тут уже смотришь. Ну, они как раз и выросли сантиметров сорок. Сань, так это в следующем году уже мне придется брать лестницу, да? Или ты должен вырасти будешь на сорок сантиметров выше? Ну, он уже не так быстро пойдет хоть. Сейчас не будет так быстро расти, да? Да. Не, ну, будут другие веточки, да? Вот эти вот, как мы оставляем, боковые пойдут. Потом можно отпиливать, вообще ее опускать, ну, как бы. А, ниже. Да, еще ниже можно делать. В общем, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ну, вот на этот год, по идее, должно быть нормально уже на нем как-то водоносить, оно уже должно более-менее, да? В том году, по-моему, морозом ее жахнуло и все поотлетало. Как-то там заморозок был, прошел. О, мне уже нравится. Внутри лишних веток нету, и все верхушки обрублены снаружной почкой, чтобы растислав еще больше расшириться. Так же, да, ребята? Надо будет веток пособирать. А то потом будет мешать. Чтобы болтить, чтобы внутренно обрезать. Тоже смотреть почечки, чтобы болеть. Ага. Потому что есть вот, ну, внутрь раскрутки. Не, ну, понятно. Тоже самое. Короче, правило. Главное правило, чтобы внутрь. А вон еще. Все. Если уже будет спадлу подрезать, можно было обрезать. Ну, а было бы красивее, потому что начало есть, было бы красивее. И пусть она побудет. И пусть она побудет. Она тогда так, ну... И останется. Да. А вот эти двеней обрезаны. Бывает. Ну, конечно. Пропускаешь. А вон еще одна. Где одесса? Вот эта. Вот эта. Хотя она боковая. Чтоб вершина. А ну, все. Вот две минуты, по большому счету. Такая вот черешня. Обрезана. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пишите комменты. Всего доброго. Побольше лайков. Ну, можно и дизлайки. Но лучше лайки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.